Всем привет! С вами Марина из Динамамы и сегодня я расскажу вам про весеннюю коллекцию марки Рейма. Здесь мы отобрали модель для детей и для подростков. И первый это комбинезон. Много утепленных моделей в этом году производитель предложил. Вот, например, такой комбинезон. Классическая модель Рейма Оригинал. Спокойный крой. Очень стильный комбинезон. Дальше идут у нас куртки два в одном. Модель была и в прошлом году, тоже Рейма Оригинал крой. В этом году она не с утеплителем, как в прошлом, а с подстежкой, которую можно отстегнуть, и это будет ветровка. Такая универсальная куртка. В четырех расцветках она представлена. Модель унисекс. Яркий желтый. Унисекс такой зеленый. И классический синий. Еще одна моделька с утеплителем. Вот такая. Дальше идут ветровки. Это ветровки Рейма Тек. Из навороченной ткани. С высокими показателями водонепроницаемости. Полностью проклеенные все швы. Много функциональных элементов. Такие яркие, красивые. Это ветровка из обычной серии Рейма на подкладке гладкий полиэстер без утеплителя. Дальше эта модель и для детей, и для подростков. Уховик тонкий. Можно отстегнуть рукава. Это будет жилетка. Подойдет не только подросткам, но и взрослым. Это модель для мальчиков отличается от девочки кроем. Здесь прямые полоски, здесь кривые. Благодаря этому модель для девочек более приталенная. Дальше идут у нас парки тоже с утеплителем для подростков. Для девочек две расцветки. И для мальчиков. Переходим к брюкам. Это брюки для подростков до роста 152 см. Рейма Тек. Дальше брюки для детей. Полукомбинезон Рейма Тек. Это брюки слана популярные каждый сезон. Благодаря соотношению цены и качества. И брюки Рейма Ориджинал. Хорошо подойдут к этим корткам. В том же стиле, вы помните. Дальше у нас для тех, кто любит гулять в дождик, полукомбинезоны. Это уже для детей, для подростков таких нам Рейма не предлагает. Такие расцветки веселые. И дождезащитные комплекты, состоящие из куртки и брюк. Вот, пожалуй, все, что я вам хотела рассказать про весеннюю коллекцию Рейма для детей и подростков. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!